давайте мы еще прокомментируем все модель пост то есть наша модель далее имя шаблона html далее открываем наш класс повторяем да имя контекста которая хранит данные иные иными словами чтобы это понять и повторить секунду находим класс контекст значит контекст здесь надо знать самую главную вещь что шаблон контекст то есть в джанга работает как словарь и это работает быстро данном примере джанга весь механизм от нас скрывает то есть нам надо просто указать имя чтобы получить доступ к нашей базе данных из шаблона который мы пропишем ниже переопределив гетки ресет то есть то что будет выбираться то что будет выбираться с базы так вот имя комп текста позволяет получить эти данные из шаблона правильно будет данных здесь есть некоторые рекомендации вы уже как придумать я запишу потом разберемся по ходу значится как ее назвать как правило большинстве своем называют обжиг с но это неправильно ребят везде у вас будет обжиг с это нечитаемо если вы будете работать команде и у вас будут допустим люди которые работают шаблонами не программисты у них будет возникать куча вопросов и они втихаря будут вас считать за дебилов по одной простой причине потому что это это некрасиво вот это очень дурное да этот интернет пестрит по сути дела джонго разработчики сделали это для того скорее всего что понимая что программисты вообще тупые да ленивые тупые и ленивые а тупые потому что ленивые это не знаю что они глупые они ленивые поэтому ну что там придумывать ну поставил обжиг все мы это увидим да поэтому чтобы так не было чтобы так не было я вам предложу один вариант а вы там смотрите можно имя придумать чтобы оно читалось для вас и для всей вашей команды например то есть оно будет представлять собой смотрите представление далее модель что это иными словами мы могли написать примерно так представление у нас называется блок модель называется пост и что это юзер лист если вы для себя понимаете алгоритм это понимает другие то читается сразу моментально то есть представление блок модель пост юзер лист вполне по понятно в модели представление блок в модели пост все записи пользователя кто-то лениться писать кто-то как-то кто-то вообще пишет пост ну говорю это из-за линии что в принципе надо это писать контекст кстати мы тоже проходили я давал задание все это проделать думаю вы проделали поехали дальше далее нам надо написать нашу выборку перриопределить метод перриопределить метод у нас будет идти обращение конкретному пользователю определяем пользователя юзер нам же надо по пользователю выбрать далее стандартная функция это просто надо знать вы будете часто применять есть часто использованные функции сейчас мы найдем и она среди них если войти в документацию и начать проматывать нам надо представление здесь есть каст часто использование функции рендер дальше там redirect и мы видим здесь функцию объект да грубо говоря с название функции сразу понятно если объект не найден вернут 400 страниц и 404 страниц в принципе она нам очень помогает посему мы ее и в объем мы с вами импортировали юзера то есть здесь указываем модель которая стандартная в жанга в данном случае юзер ставим запятую модель юзер мы с вами смотрели у него есть юзерней мы будем обращаться по юзерней юзерней им это у нас будет данном случае сейчас переменная который мы обратимся к памяти кваркс get get запрос мы с вами говорили есть get запросы есть пост запросы get запросы это то что мы видим командной строке это не относится к жанга это относится к в программированию нам модели можно почитать дочитать это по сути дела относится к к шттп методам пост запросы применяются формах мы будем формы изучать мы их не видим то есть когда посылается запрос на сервер получается обратно ключ если все совпадает то он передается ну а get запросы это то что мы видим командной строке и мы здесь как строку определяем в данном случае наш запрос будет имя пользователя юзерней у нас сейчас нет этой функции но у нас есть функция рендер то чаром скорее всего я думаю импортировал бы сразу в студии придется немножко пообучать я просто удалил но случайно видно поэтому там где мы были из джанга каст импорт возьмем функцию рендер возможно посмотрим как по-другому сделать и get object 404 ну надо не надо наверно надо будет сразу импортируем redirect а нет потом запутаемся не будете знать откуда поэтому убираем все нормально мы с вами импортировали юзера ранее да но мы импортировали здесь по-моему посмотрим определит жанков это не то почему будем ручками писать все писать ручками по клавиатуре ручками 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 тогда будет толк ну в любом случае мы с вами там были это библиотека out если посмотреть здесь settings то доступ к ней у нас уже есть джанка контрит out почему путь будет тот же самый джанка контрит контрит out только единственно нам надо модель добавить модель пользователя можем даже скопировать из джанка модель out модель пользователя импорт юзер все стало нормально я думаю что большинство людей здесь будет кое-что непонятно непонятно будет следующее я думаю если с методами мы ранее разобрались если здесь готовая функция с юзером разобралась то думаю вот эта фраза вызовет вот это сочетание вызовет проблем в понимании по сути дела ребята это чистый python здесь нету ничего джанковского это чистый python поэтому python надо учить скорее всего у вас возник вопрос мы вроде проходили с вами арк кварц то есть последовательные словари но здесь мы не видим ничего где бы указывало что у нас есть звездочка да типа он то есть кварк стада было понятно по сути дела это обращение к ключевому слову словарь ребят это и есть словарь только дело здесь совершенно в другом давайте разбираться давайте ка мы вот что сделаем помните когда мы смотрели сейчас помните когда мы смотрели вы уже не помните вы уже не помните потому что я не сказал что urls Django либо urls.com мы ищем то что нам надо сейчас только я его не здесь находил а вот оно здесь мы видим вот такую вот вещь ребят уид да и здесь мы видим модуль представляя неизменные объекты и функции иными словами если объяснить просто если есть определенное ключевое слово юзернейм он его извлечет вот и все для этого именно предназначен представьте следующую ситуацию нам сейчас надо еще кое-что взглянуть не это не это нам интересует контекст смотрите Django работает для шаблонов преобразует со словарями то есть иными словами есть ключ есть значение мы с вами все-таки напишем функцию чтобы это ручками прописать и будет нам понятно давайте сделаем вот так на самом деле до поры до времени Django вообще ничего не знает о каких-то там пользователях давайте попробуем вот так этот пример переделать мы что делаем мы импортируем класс контекст и класс темплейт по сути дела класс контекст давайте посмотрим исходный код путь у нас понятный Django темплейт надо искать поэтому посмотрим посмотрим откроем Django далее нам надо темплейт далее так контекстные процессоры я думаю что нам надо посмотреть файл базы и контекст посмотрим я не помню мы здесь смотрели так темплейт не то не то немножко сейчас я поищу ну да вот здесь контекст и здесь есть класс контекст сам давайте взглянем на него код значит смотрим 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 что мы должны посмотреть в первую очередь в первую очередь опять говорю то что я говорил вот переведу итак мы изучали с вами Python большой раздел изучали что я говорил ребята функции должны быть изучены отлично то есть то есть параметры все должно считаться моментально вы спросите а тут же классом и функции да какая разница все исключения все принципы все работает по принципу функции здесь в любом случае исключения мы получим параметры все как функция будет работать просто это новое пространство времен в данном случае нас интересует и нет мы видим первый параметр но он не обязательно дикт то есть словарь это нам вполне понятно понятно причем здесь будет уит дальше ну и все другие вещи зоны по времени но это уже сейчас на данный момент нас мало интересует хорошо посмотреть где у нас база контекст находится так его мы протахнету значит где-то здесь и будет он вот база контекст а база контекст мы смотрим здесь у нас один параметр которого нет да то есть он на данный момент не существует джанга будет ожидать это словарь дикт далее что нас интересует сейчас посмотрим далее в принципе разбираться нет смысла далее черт ногу сломит в чем ну далее все описывается это репор то есть то есть представление класса в виде строки и итерация расписывается и все далее в общем просто-напросто все что можно делать словарями это в принципе нам в данном случае мало интересно в общем здесь все что хочешь получается можно сделать если посмотреть все методы с нижними подчеркиваниями то ну будем говорить так код очень высокого уровня нас интересовала только в данном случае одна вещь чтобы не заморачиваться что это действительно словарь все поэтому можем дальше опять перейти к справке и посмотреть и посмотреть темплейт дальше давайте посмотрим к связи переменные по сути дела может быть любая но напишем просто темплейт почему потому что работаем шаблоном класс темплейт темплейт далее у нас идет строка что на часа и далее у нас идет переменная то есть все как в шаблонах переменная переменная поиск будет у нас юзернейм сейчас как там сделаем юзернейм так name темплейт и снова дефинет щелкнем здесь щелкнем здесь теперь существует далее теперь давайте посмотрим что будет делать джан берем контекст далее получается у нас экземпляр класса сразу экземпляр класса контекст и это словарь мы с вами только что видели в справке значит есть здесь ключ оно у нас и будет являться переменной ключ у нас строка это мы вот придумали ну вот решили юзернейм и выводит тоже строку ну например агат да тут у меня такая запись здесь enter да то есть поле после мы с вами смотрели так где у нас это сейчас вот сюда перетащим чтоб нам знать теперь теперь мы с вами смотрели документацию смотрели шоркаст и функция рендер она первая иными словами показать и здесь мы видим параметры первый параметр обязательный да функции пройти знать наизусть то есть посмотрели считали никаких этих первый позиционный параметр request позиционный параметр требует передачи обязательного позиционного аргумента все это считаться считаться должно моментально далее template name тоже обязательный параметр далее пошли не существует на данный момент но могут быть указаны все вполне понятно поехали дальше значит применяя функцию render то есть нам надо сейчас показать почему мы что делаем template render и нашу переменную контекст мой логин агата да в данном случае в данном случае в данном случае переменная а в шаблонах когда мы будем изучать вот этот момент сейчас запомните в шаблонах у нас будет две вещи в шаблонах вообще два тега у нас всего по сути дела первый тег это переменная в шаблонах будет он будет обозначаться двойными фигурными скобками и второй тег это фигурные скобки и знак процентов здесь будут разные сочетания все те которые есть в джанго кроме переменных будут использоваться вот здесь а переменные вот здесь в данном случае в джанго шаблонах это уже вбито да то есть джанго знала посему я смело написал на языке джанго который джанго понятен то есть мой логин это вот считайте мы будем так писать в шаблоне да юзернейм единственное мы сейчас не обращаемся как конкретной базе поэтому я взял создал новый контекст а мы с вами смотрели очень интересную вещь которую сейчас нам надо было вернуться в исходный код и посмотреть важную вещь нету то есть по умолчанию чего-то нету да на данный момент и может быть создан и дальше у нас пошло в базы вот эти все итерации и представления вот как строка то есть то мы то что мы сейчас делали в общем много чего это не так важно сейчас понимать нам важно понимать сейчас только одно что это словарь единственное просто здесь расширено что с этим делать и вот описан сам словарь принимает любые контекст дикт то есть сам словарь принимает в первую очередь обязательный параметр контекст смотрим да то есть позиционный параметр далее применяет любые то есть это словарь и любые последовательные списки кортежи все что угодно мы можем передавать метод супер это понятно да применяется к этим вещам далее при добавлении словаря возвращается контекст все ну сложный вот будем говорить так сложный поэтому здесь давайте еще раз чтобы это будет важно дальше здесь здесь мы создали ситуацию что как жанга будет вообще работать шаблоном и нам надо разобраться в принципе с ситуацией причем здесь кваркс что он будет вытягивать ведь по сути дела непонятно а ведь вот эта вещь будет взаимодействовать с шаблоном через через значит контекст объектные почему мы взяли темплейт так как мы класс темплейт то есть класс темплейт это класс шаблона то есть иными словами мы вытянули внутрь шаблоном и можем уже работать и смотрим как джанга будет вообще реагировать на нас да поэтому класс шаблон и мы создаем что создаем понятную для джанга шаблона переменную заключив переменную в две фигурные скобки для джанга шаблона это понятно что это переменная да ниже мы расписали все остальные теги здесь так здесь мы были здесь были давайте посмотрим вот здесь документация нам надо сейчас просто взглянуть на шаблоны для этого нам надо темплейт вот шаблоны темплейт это api и по сути дела все что мы будем как мы видим да все связано с контекстом дальше ну возможно дальше коснемся будем постоянно касаться то есть все связано с контекстом просто хочу и сами это api то есть поэтому жанга знает также здесь есть теги и фильтры поэтому вот вот в таких вот переменных все остальное будет погружаться вот мы видим вот это переменная а все остальное там закрытие тегово открытие все будет вот в этих они для всего остального здесь разобраться несложно главное понять что еще такую вещь что джанга имеет вот как к моделям вот это надо знать да потому что это легче будет тогда разобраться дальше что джанга имеет как к моделям вот метода api такие же доступы и api имеет к шаблонам и в принципе ну мы по ходу разберемся здесь ну вот это и есть как раз таки наш пример да который мы делали и дальше разные моменты здесь все довольно просто но сейчас нас это мало будет интересовать сейчас нам надо разобраться с этим моментом далее как мы видим мы создали контекст в первую очередь главное чтобы это был словарь поэтому запоминаемые вы увидите что допустим когда мы пишем функции мы там будем вынуждены сами создавать эти словари да для контекста это класс за нас создает все делает то есть поэтому я говорю просто но мы будем создавать словарь и мы с вами смотрели исходный код джанга все равно там написано помните там было написано арк аркс кваркс то есть что будет словаре джанга совершенно не важно он нам сразу дал знать что здесь могут быть либо либо словари либо вообще любые последовательности и там и так далее и так далее и все мы взяли придумали ключ и дали ему значение это то же самое что было бы в базе да а далее обратились темплейт показать и к примерный контекст и показали логин все отлично теперь следующий момент я просто не придумал нашел кое-что поэтому далее вот здесь смотрим так как у нас есть юзер да то есть модель юзера которая находится внутри джанга которая имеет мы ранее смотрели в уроке юзернейм email last name first name фамилия имя далее в первую очередь мы обращаемся по сельс то есть обращаемся конкретному месту памяти далее quarks ну вот здесь тоже придется обратиться то есть что делает сначала я проговорю метод get он извлекает строковое значение имени или сказать проще смотрите если он извлекает ключевое слово quarks get quarks если если для в данной ситуации для ключевого слова не было значения по умолчанию а на самом деле его не могло быть ведь пользователи добавили придумали на ходу логин и пароль да и ввели по умолчанию оно не могло быть но тем не менее юзернейм оно появилось да само по себе так вот это получается мы задали ключ и он извлечет строку имя пользователя юзернейм агат в данном случае да по сути дела может сложноватый пример но мне сейчас не хотелось всем этим заниматься до конца да поэтому я для вас нашел этот пример чтобы пояснить ребят уйди я уберу сейчас он просто будет излишен это сильно будет за умность поэтому нам сейчас главное понять что он делает итак давайте воссоздадим ситуацию вот вот смотрите вот по сути дела то что словарь отработает мы поняли теперь давайте спрогнозируем такую функцию что делает жанка что делает эта команда команда get мы берем функция mine get ой я там по моему перепутал глава задурина вот пойдем дальше сейчас мы с вами изучали арк кварт я немножко там словари списки я по распаковку уже говорю о своем поэтому давайте скажем правильно и тут то же самое в исходном коде где мы видели абсолютно верно тут просто напросто написано то что мы изучали одна звездочка передает передаются позиционные параметры две звездочки именованные параметры понятно это уже мы все прошли еще в самом начале а просто я говорил в списке словарей это о распаковке мы это тоже уже смотрели но по сути дела сейчас у нас идут получается именованные то есть в данном случае у нас идет кваркс используйте используйте арк кварт никогда не запутаетесь что дальше дальше вот мы у нас было имя юзернейм которое в принципе мы используем в контексте использовали мы придумали так вот юзернейм юзернейм и далее мы применяем то есть мы берем кваркс здесь же нету звездочек далее метод get это чистый python далее здесь далее здесь далее здесь у нас идет здесь должно быть содержаться два параметра два аргумента иными словами уже даже два параметра правильно сказать да функции здесь нет здесь уже аргументы мы их передаем у нас был юзернейм то есть у нас идет первое первое у нас первое у нас идет юзернейм то есть ключевое слово по сути дела если посмотреть здесь я не зря писал у нас ключевое слово является как раз таки ключом словаря заметили то есть это ключ словаря который мы придумали но для джанга существует ответ поля юзернейм который является ключом второе значение по умолчанию в данном случае его нет почему потому что ну представьте ведь пользователь регистрируется регистрируется придумывает юзернейм если есть то ник он придумывает правильно на ходу поэтому нельзя было бы указать посему мы вот считаете как и при регистрации указали ключ и значение так вот задача этого метода вытянуть значение иными словами вытянуть это агат да давайте проверим как это происходит мы просто можем сделать принт далее экранированные строки тоже все это проходили и у нас что является юзернейм наша переменная юзернейм теперь мы можем сделать так и проверить нашу функцию мин get далее берем нашу переменную юзернейм и присваиваем агат после этого видим агаты то есть теперь открываем и понимаем по сути дела теперь нам эта конструкция становится понятно юзер это стандартная таблица джанга юзернейм это стандартная модель джанга юзернейм это таблица в модель джанга стандартной мы с вами ранее читали что еще раз повторюсь юзернейм емейл last name имя фамилия короче а дальше мы применяем конструкцию salesquarks get и ключом где является юзернейм понятно так как у нас в базе данных поле при регистрации поле юзернейм присваивается значение какого-то конкретного логина то есть он его вытягивает теперь я надеюсь с этим проблем больше не будет никогда то есть все банально просто да это это просто python я вам скажу что так ребят вы сильно тут не что пишут python и в си был первый язык в си все намного проще потому что там мало там нет никакой многости путаниц там все довольно просто несколько типов данных пиши себе разное с них а в python очень много всего почему он на нем писать на самом деле намного сложнее но он очень крут ну давайте дальше надеюсь поняли поехали дальше так как идет обращение уже конкретному месту нам нет смысла использовать метод супер ну нет поэтому нам просто надо вывернуть возвращаем мы ретро абсолютно верно нашу модель то есть то что мы извлекали уже делали иными словами здесь мы можем сделать вот так здесь открыть модель вот наша модель и поехали пост дальше мы это все делали обжиг у нас идет по моему фильтр теперь поле модели автор оно нам сама присвоили значение юзер а юзер на свою очередь уже знает что делать да и далее то есть юзера мы получили далее мы что делали с вами решили order by да order by и сортировать в обратном порядке то есть дата создания у нас есть таблица значит ставим знак минус в обратном порядке да открыт в принципе вот и все все чуть-чуть знаний и все все наше по сути дела готово ну что ж сейчас пойдем дальше нужно в следующем уроке но нам бы получить сейчас исключение почему мы его обязательно получим ведь вы заметили мы шаблоны еще не делали я это спецом не делал чтобы мы получили ага чего здесь он нам говорит вьюха line 4 line 4 line 4 ну from block models import post ну что не так все правильно а поехали дальше опять смотреть где-то я что-то не понимаю но нет модуля блок чего-то я не понимаю так не может быть ребят ну где-то что-то значит не то пусть еще раз думает не ну все то это она по старому теперь давайте напоследок в этом уроке в объем юровел уроке а вот она написала ни один пользователь не соответствует заданному запросу давайте смотреть чего мы там что-то не то сделали пользователи у нас точно есть в админке единственное знаете что что в данном случае я мог не войти ведь это будет ребят это будет у нас давайте-ка попробуем войти и мы вот так сделаем дублировать и вот здесь войдем на посмотреть мы вошли или нет потому что если мы не вошли они вошли правильно потому что как же может соответствует если джанга не знает поэтому я вхожу вот теперь я вошел теперь по-новому отправляют запрос и смотрю ну давайте посмотрим сейчас разберемся я хочу чтобы вытренировались как можно большим количеством страниц так пост юзер так смотрим табак админ нам и нам присвоить значение просто лист все правильно пост юзер а давайте-ка смотреть так что будем смотреть сначала давайте посмотрим еще раз в юху так здесь мы не ставили на им шаблон все правильно знаете мне даже стыдно стало ведь я тоже посидел подумал потом наконец-таки до петли давайте все сначала все понятно сначала выйти теперь ребят смотрите вот здесь мы с вами определяли и вписывали имя на а теперь внимание тут смотрим юрл ведь юрл мы это написали для чего для шаблона для лечения шаблона то есть для в данном случае это регулярное выражение которое заменится именем посему у нас я посмотрел сначала действительно думаю у нас все правильно тут даже гадалки не ходи посему что нам надо сделать на самом деле нам надо сделать совершенно простую вещь то есть все у нас должно работать нам надо что сделать ведь мы пока просто проверяем но мы вы у вас по какими минувы резервис я регистрирую вся газ и когда я нажимаю enter я получаю то что я хочу получить то есть страница заработала юзер такой есть но на самом деле скорее всего потом придется заходить потому что а вот сейчас уже в следующем видео мы получили еще одно исключение но мы его хотели получить почему то есть нет шаблона вполне возможно понятно да но это уже дальше пойдем поздравляю у нас все работает